Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Сразу на биткоин. Биткоин пытается удержаться на текущем уровне. Вчера что-то вверх немного прошел. От 60 тысяч поднимался на 62. И снова идет вниз. На часовом похоже, что у нас тут формируется падающий... Падающий что-то типа... Падающий... Я бы сказал, клин. И можем измерить расстояние, которое пройдет биткоин. Это вот это расстояние примерно. Куда упадет биткоин? Упадет на... 59 тысяч. Че возможно. Давайте перейдем на недельку. И вот тут есть трендовая линия. Основная трендовая линия, по которой биткоин идет вверх. Еще с начала бычьего рынка. И видите, что здесь также волны эллиота. Эти волны эллиота я начал ставить еще с 25 тысяч. Первые волны эллиота были вот здесь внизу. Отлично, мы по ним поторговали, если помните. Ну а теперь уже следующая волна эллиота. И трендовая линия. И что интересно, по поводу этой трендовой линии, можете увидеть, что биткоин отталкивается от этой трендовой. Подошел сюда, оттолкнулся, здесь оттолкнулся. И похоже идет снова к этой трендовой. В общем, эта трендовая линия, это один важный момент. И еще один, это нисходящий такой канал, в котором сидит биткоин или нисходящий клин. Ну и биткоин выйдет из этого канала, когда пройдет 70% длины. По идее, из этого клина. Пока что биткоин в этом клине. Если биткоин действительно продолжит это нисходящее движение, то как раз это и совпадает с желтой трендовой линией. Видите? Поддержка 52 тысячи долларов. Плюс этот даунтренд, который тоже идет на 52 тысячи. Как раз к этому уровню поддержки, примерно 52-53 тысячи долларов. И там, вероятно, будет уже завершение этой коррекционной волны. Ну и еще один момент, это на сколько процентов биткоин уже скорректировался. Если считать от самой вершины, это 18%. Максимальная коррекция была 23%. Это как раз минимум для этой коррекционной волны. 23%. Максимум 35%. 35% это будет примерно 46 тысяч долларов. Опустится ли реально биткоин на 52? На 100% сказать невозможно. Это технический анализ. Он не дает стопроцентных гарантий. Но опять же, желтая трендовая линия. Биткоин отталкивался от этой трендовой, когда началась третья волна Эллиота, тот импульс. И похоже, что биткоин снова идет к этой трендовой линии. Здесь я бы открывал самую свою большую позицию в лонг на биткоине. Тейк профит бы тянул на завершение финального импульса в волнах Эллиота на 88 тысяч. Вот такая у меня безопасная торговая идея. Соотношение риск-прибыль 57,88. Риск 633 доллара. Заработать можно 36,670. Это в расчете на один биткоин без плеча. С 10-м плечом будете торговать, заработаете 366 тысяч долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Цена входа 52,665. Но давайте сверимся еще на... Сверимся еще на недельке. Криптогрубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале 23-го года. И до сих пор не переворачивался в продажу. Тогда биткоин стоил еще 21 тысячу долларов. Ну и что теперь изменит мое мнение? Объемы могут изменить мое мнение. Пока что биткоин пытается удержаться, но торговые объемы небольшие, и стахастик идет вниз. Объемы падают. Посмотрите, какие были объемы раньше. Здесь на этом отскоке объемы чуток увеличились, но потом снова стали уменьшаться. Мне нужны хорошие торговые объемы, чтобы я их увидел. Или какие-то важные новости, или еще что-то. А если этого не произойдет, и скорее всего так и случится, то тогда отработает этот паттерн, о котором мы говорим. 70% длинной фигуры пройдет биткоин, и только затем будет выходить вверх. Но опять же, 52 тысячи долларов – это зона, точка конфлюенции. Здесь сходятся многие трендовые линии. Вот эта трендовая линия, по которой биткоин идет вниз. Также желтая трендовая линия, по которой биткоин идет вверх в течение этого года. На дневном хорошо видно, как идет биткоин вверх по этой трендовой. И, возможно, снова идет к этой трендовой линии. Поэтому многие важные моменты сходятся именно на этом уровне. Опять же, падают торговые объемы. Здесь у нас медвежий флаг формируется. Цель здесь 58 тысяч. И, возможно, также биткоин нарисует двойное дно на 56 тысяч. Здесь тоже может быть разворот от этого уровня. Можно попробовать, кстати, поторговать от 56. Попробовать поймать этот отскок. Это более рискованный вариант. Но это небольшой такой отскок будет. Особо так не рассчитывайте. Тейк профит можно поставить на дневное месячное сопротивление. Соотношение риск-прибыль получится 28. Риск 161 доллар. Заработать можно 4 624. С десятом плечом заработаете 46 тысяч долларов. Это более рискованный вариант. А это более безопасный. Более рискованный. Заходим на 56 462. Рассчитываем на двойное дно. И отскок, соответственно. Это 56 462. Цена входа. Но, опять же, основная зона конфлюенции. И сходятся там все линии. Это будет вот здесь. На 56 тысяч. Или нет, подождите. Это ниже. Это на 53. Но дойдет ли туда биткоин? Будем смотреть. Просто сейчас делаем технический анализ. А технический анализ сводит многие важные моменты именно к этой зоне. Завершение коррекционной волны на этом уровне. Желтая трендовая линия. Нисходящий канал, в котором сейчас сидит биткоин. Идем вниз. В этом канале. Вот такие дела. И пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. У меня на балансе на Байбит 622 тысячи 500 долларов. За 7 дней было 669. Ушел на 622. Тут я опускался и ниже. На 612. Поднимался на 669. И затем... Да. Не зафиксировал. Никаких позиций на биткоине у меня пока что не открыто. Один ордер у меня стоит на 55 тысяч. Но хотя... Давайте изменим. На 2 биткоина попробуем зайти. На 56 тысяч. Как раз таки попробуем поймать это двойное дно. И еще на 2 биткоина... Или нет, давайте на 4 биткоина. Зайдем по цене 53 тысячи долларов. В этой точке конфлюенции. Помните, да, что я показал на графике? Это точка конфлюенции. Похоже, что это сойдет со всем. В зоне как раз 53 тысячи. Итого на 4 биткоина. Будем там заходить. По 53. На 4 биткоина по 53 тысячи. И на 2 биткоина по 56. На споте ордера стоят по Uniswap на 4.60. Доджкоин по 10. Биткоин по 55. И так далее. Те ордера, которые я расставил на покупку. USDT у меня на 340 тысяч 900 долларов. То есть, больше чем на 50% я сижу в USDT. 1 биткоин на 61 тысячу. Покет на 39 800. MCRT на 39 400. Я возьму, пожалуй, еще токенов MCRT. Но это не финансовый совет. Я ранний инвестор в этом проекте. Да и во многих других проектах я тоже являюсь ранним инвестором. Поэтому не финансовый совет. Проводите свои исследования. И что еще? Доджкоин на 38 тысяч. Ворлдкоин на 20 600. Uniswap на 13 100. Две заявки на фьючерсах по биткоину. На 53 и на 56 тысяч поставил. Но посмотрим, действительно ли биткоин пойдет вниз на 53 тысячи. Пока что биткоин пытается удержаться на текущем уровне. Но я четко вижу на графике что-то вроде медвежьего флага. Вот на часовом хорошо видно этот медвежий флаг. И падают к тому же торговые объемы. Поэтому скорее всего биткоин идет на 59 тысяч. Вполне вероятно, что на 56 тысяч биткоин нарисует двойное дно. И соответственно по всей этой логике я поставил две заявки. На 56 тысяч долларов и на 53. А также расставил ордера на споте. По MCRT заполняется ордер. Uniswap, Dogecoin, Bitcoin и так далее. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один это биржи, два это мои курсы и три это телеграм. Ну что ж, на этом на сегодня все. Посмотрим, как там дальше будет дело на выходных. Нужны биткоину хорошие торговые объемы. ETF на выходных нет. Объемы сокращаются. И скорее всего 56 тысяч долларов. Это ближайший уровень, от которого можно ожидать разворот. Ну а самый худший сценарий это 52 тысячи. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Но подождите, я в каком-то не том режиме записываю. Ну да ладно, в любом случае это все не финансовый совет. Я просто делюсь своим мнением. Я ранний инвестор во многих криптопроектах, но вы там сами себе решайте. Я тут финансовых советов не даю. Всех люблю, обнимаю. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok